В столице состоялся первый армянский молодежный форум. На него съехались представители диаспоры со всех уголков Украины. Гости посетили бесплатные тренинги и лекции по различным направлениям. Как прошло мероприятие и будут ли подобные форумы проводиться в будущем, расскажет Богдан Вербицкий. Собрать активную молодежь Армении и обучить тонкостям работы в разных сферах – главная цель армянского молодежного форума в Киеве. Такое мероприятие проводят впервые, но интерес к нему проявляют не только в столице. Ребята съехались практически со всех регионов, где представлены армянские общины, и не только для того, чтобы получить знания по таким отдельным сферам, как медиа, как бизнес, в которых есть также подразделы – это пиар, реклама, СМИ. Выбор именно таких специальностей не случайен. Сейчас они самые популярные среди армянской молодежи в Украине. Больше интересует бизнес и медиа. Обучение проходило бесплатно на специальных тренингах. Своим мастерством делились профессионалы. Тренинги представляют собой выступления представителей армянской молодежи в Украине, которые уже достигли чего-то в своей профессиональной деятельности, нацеленные на передачи знания для остальных участников и членов Союза Армян Украины. Община работает с молодежью уже не первый год. Организовывают детский отдых, а также экскурсии. Ребята делали выезды в Карпаты. Очень много программ готовят. Это как базовая площадка. Очень классно прошел детский лагерь, я знаю, который был на юге, в районе Одессы, по-моему. Поэтому ребята делают очень большую работу. Поддерживают в Союзе и студентов армянской диаспоры в Украине, а также молодежь, которая начинает свой бизнес. Для этого запустили два новых проекта. Это стипендиальная программа и фонд социального предпринимательства. Если мы говорим о первом, то это дает возможность нашим студентам, которые хорошо проявили себя в учебе и в общественной деятельности в комплексе, получать стипендию, эквивалентную их учебе в данном ВУЗе. Это поддержка наших молодых идей, бизнес-идей, которые им, возможно, на первом этапе трудно реализовать, так как нету поддержки ни финансовой, ни какой-то умственной, с юридической стороны, либо с экономической стороны. И мы готовы содействовать. В будущем организаторы молодежного форума надеются изменить формат мероприятия на двухдневный, чтобы армянская молодежь в Украине могла получить больше знаний. Думаю, будет чем дальше, тем круче. Богдан Вербицкий, Сергей Коваль, Владимир Дедов. Подробности телеканал Интер.